Очень сложно сказать, что играли сегодня в футбол, потому что в поле, прошу прощения, конечно, но в таких полях невозможно играть. Не то, что комбинировать, даже организовывать атаки. Потому что на таком покрытии показывать тот футбол, который мы пропагандируем, ну очень сложно. И поэтому я вам желаю именно городу приобрести, наверное, покрытие искусственное. Только ленивый не кидал камень в адрес спортивных чиновников края из-за состояния поля на стадионе «Динамо». Но сюда же можно отнести и отдельные тренировочные базы, которых, к слову, не достает. Я вот недавно побывал в Краснодаре на их базе. Там космос, ну просто космос, это какая-то другая планета, как будто я приехал. И там еще старая база, скажем так, идеальна, а там уже строится новая. Там настолько все структура выстроена, мне очень понравилось, что там есть и молодежная команда, есть Краснодар-2, и Фанел-1 играет, и есть главная команда. То есть там настолько все это по ступенькам, то есть ребенок, все, вот-вот-вот-вот-вот, он идет. То есть нет вот этой пропасти. Изношенная инфраструктура – лишь одна проблема алтайского футбола. Упирается она, конечно, в первую очередь и в деньги. Дефицит средств игроки команды мастеров ощущают и на собственном кармане. Например, бюджет барановского клуба «Динамо» по большому счету не менялся более 15 лет. А это резко ограничивает возможности ездить на сборы, улучшать тренировочный инвентарь и повышать зарплаты игроков. Команда, по мнению тренерского штаба, превратилась в донора для других клубов. Объективно команда выживает. Мы практически не имеем никаких возможностей. Много разрушаем критики. Скажем, очень много у нас со времен, наверное, не знаю, после 2007 года, наверное, когда вылетели из первой лиги, наверное, сложилась такая тенденция, моды, что ли. У нас не ругает «Динамо» только ли нет. Никто не хочет понять, что команда держится из последних сил, и с такими, допустим, бюджетом, с такими условиями команда либо снимается, либо занимается всем последнее место. Все это в итоге не может не влиять на игровой тонус команды. В Кубке России доходили до элитного раунда, а в чемпионате держимся в серединке. Менять ситуацию сложно, но все-таки возможно, считает наш известный уроженец, а сегодня и комментатор Матч ТВ Михаил Миламет. Он советует барнаульским клубам объединиться и совместно развивать футбол в Алтайском крае. Мне кажется, если работать в одном направлении, всем дружно, понятно, что у всех своя дорога, что у всех своя судьба, у всех все по-разному. Но если в целом видеть, что ты не должен во главу угла ставить соперничество, а кооперацию, содействие взять как общий курс, мне кажется, что у нашего региона будет большой успех. Еще один острый вопрос, по мнению местных футбольных экспертов. Пропасть между спортивной школой и главной командой края. Чтобы ее устранить, нужно выстроить структуру организации развития спорта. От академии и футбольных школ до молодежных и впоследствии взрослых команд. Тогда и юные футболисты будут уверены в перспективности занятий с мячом. И не будут стремиться как можно быстрее покинуть Алтай. Недавно, кстати, в Барнауле в поддержку детского футбола открыли Академию Динамо и школу Льва Яшина. Это голы алтайских футболистов премьер-лиги. Многие всего в элитном чемпионате играет 8 наших игроков. Это значит, что несмотря на все сложности, а нередко и вопреки всему, парни остаются преданными футболу и вырываются на вершину российского футбола. Сейчас у молодого поколения, если не получается заявить о себе через клуб, есть только одна возможность попасть в большой футбол. Успешно играть в турнире Лига Бро. Многие скауты или по-другому агенты по отбору спортсменов смотрят этот турнир. Лучших приглашают в профессиональные клубы благодаря турниру Лига Бро. Кстати, Соболев, Камилов как-то играли в этом турнире. Ну, прям последнее, это вот Кирилл Чурсин с командой «Снежный Барс». То есть он отлично проявил себя в первой части. Его увидели, пригласили на просмотр молодежную команду «Сочи». И, соответственно, он там закрепился, подписал контракт. Инфраструктурные преобразования, уверяет чиновники, уже начались. Так, на трансмаше скоро должен появиться специальный манеж, где смогут заниматься и юные, и взрослые футболисты. Правда, на сегодняшний день только исследуют грунт для будущего строительства. Когда же в содержании команд государство будет вкладывать большие деньги, вопрос остается открытым. В период пандемии о спорте думают в последнюю очередь. Отсюда команда мастеров остается на одном из самых низких уровней по результативности в стране. Одесский спорт во многом финансируется из родительского кошелька. Впрочем, не стоит отчаиваться. История мирового спорта знает немало примеров, когда самые выдающиеся звезды выходили из самых низин. Пусть и нашим игрокам в этом смысле повезет. С днем футбола вас, земляки! Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.